Время новостей в эфире местного канала телевидения в студии Юлия Акоши. Здравствуйте! Шесть лет прошло с момента чудовищной авиакатастрофы, а виновные до сих пор не названы. В селе Грабово состоялся митинг-реквием по жертвам крушения малайзийского Боинга 777. Репортаж Вадима Володина с места событий. Каждый год с 17 июля жители Шахтерской и Шахтерского района приходят к памятному знаку, установленному у села Грабово на митинг-реквием, чтобы почтить память жертв этой трагедии. Преступники, которые отдавали этот приказ на проведение такой бесчеловечной операции, мы их все знаем. И мне бы, ну, очень хотелось бы, чтобы эти мерзавцы получили по заслугам, как на этом свете, так и на том. Катастрофа малайзийского Боинга – это боль всех жителей республики. Донбасс, испытавший на себе весь ужас бомбежек, артобстрелов, гибель своих граждан, не может не сопереживать родным и близким жертв авиакатастрофы. Мы скорбим, мы чтим память этих людей, которые погибли, и, конечно же, высказываем слова соболезнования родственникам и семьям погибшим. Донецкая народная республика давала шансы всем приехать, поучаствовать в независимых комиссиях, собрать все останки, дойти до истины, чтобы именно виновные понесли наказание. Но мы же видели и были очевидцами, что Украина вообще отказалась каких-либо действий здесь принимать участие, хотя она заинтересована была бы, чтобы их присутствие здесь были, их специалисты, для того, чтобы до конца все это поставить точки над «и». Уподобившись Толерану, полагавшим, что в политике то, во что люди верят, важнее правды, голландская фемида, сорвав с глаз повязку, с подовострастием, внимая фальсификаторам и лжецам, вершит в Гааге неправедный суд. Об этом говорил принявший участие в митинге-реквиеме глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин. Уже шестой год продолжается расследование, которое, увы, является политически заангажированным, и все следствие, которое проходит в этот период, ну просто подводит по ту версию, которая была озвучена в первых двух часах. Конечно же, мы видим, что пытаются Киев, конечно же, всеми возможными способами снять с себя вину, переложить на народное ополчение Донбасса, на Россию. Конечно же, речи не идет о том, чтобы Украина раскаялась в содеянном военном преступлении. Мы знаем, что история расставляет все по местам. И, конечно же, мы уверены, что рано или поздно общеизвестным станет виновник чудовищной катастрофы, чудовищной провокации, чудовищного военного преступления, совершенного киевскими властями. Невинно убиенные, они навсегда остались в Донецком небе. Души их, не зная покоя, жаждут справедливости и вопиют о возмездии для убийств. Обретя последний приют в небе Донбасса, питают они надежду на праведный суд над своими палачами. Вердикт нидерландской богини правосудия нетрудно предугадать. Но даже многократно повторяемая ложь все равно останется ложью. Не скоро свершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Но нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Рано или поздно преступникам непременно воздастся засодеянное.